Всем привет, меня зовут Марьяна и вы на канале вкусная еда. Торт захер один из самых известных десертов во всем мире, настоящая венская классика. Мягкий бисквитный корж с насыщенным шоколадным вкусом, с прослойкой абрикосового джема, который придает легкую кисло-сладкую фруктовую нотку. Полностью покрытый восхитительной на вкус шоколадной глазурью. Текстура и вкус этого торта абсолютно потрясающие. Приготовить бисквит на основе шоколада. Аккуратно отделяем яичные белки от желтков. Важно, чтобы ни капля желтка не попала в белки, иначе белки не взобьются. Белки убираем в холодильник, они нам понадобятся позже. В небольшой посуде соединяем сливочное масло комнатной температуры, взбиваем до образования однородной и гладкой массы. Добавляем сахарную пудру, ванильный экстракт и взбиваем все вместе около 2-3 минут. Не прекращая взбивания, добавляем по одному желтку, хорошо взбивая после каждого добавления. Взбиваем до образования однородной и гладкой массы. Темный шоколад растопить на водяной бане или в микроволновой печи импульсами по 30 секунд, каждый раз хорошо перемешивая. Затем даем растопленному шоколаду немного остыть. Добавляем растопленный шоколад в масляную массу и взбиваем до однородности. В отдельной посуде к яичным белкам добавляем щепотку соли и взбиваем до образования легкой пены. Постепенно добавляем сахар и продолжаем взбивать до образования устойчивых пиков. Аккуратно подмешиваем взбитые белки в шоколадную массу, движением снизу вверх для того, чтобы сохранить воздушность теста. В отдельной миске муку соединяем с разрыхлителем теста и просеиваем. Добавляем частями мучную смесь, каждый раз хорошо перемешивая шоколадное тесто лопаткой снизу вверх до однородности. Разъемную форму диаметром 23 сантиметра застелить бумагой для выпечки, бортики формы смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Выложить шоколадное тесто в форму и хорошо разровнять. Выпекать шоколадный корж, предварительно разогретый до 180 градусов духовки примерно 45-50 минут или до тех пор, пока вставленная в корж зубочистка не выйдет сухой. После выпечки готовому шоколадному коржу даем полностью остыть в форме. Затем пройтись тонким ножом вдоль бортика, удалить кольцо, перевернуть на решетку и снять бумагу для выпечки. Остывший шоколадный корж разрезаем по горизонтали на две части. Блюдо для торта застилаем пекарской бумагой, выкладываем первый шоколадный корж и смазываем абрикосовым джемом. Затем накрываем вторым коржом и смазываем абрикосовым джемом весь торт, сверху и по бокам. Убираем шоколадный торт в холодильник примерно на 1 час. Приготовить шоколадную глазурь, для этого нужно приготовить сахарный сироп. В сотейнике соединяем сахар с водой, отправляем кастрюльку на плиту, доводим сахарный сироп до кипения или пока термометр не покажет 112 градусов по Цельсию. Это займет около пяти минут. Снимаем кастрюльку с плиты и немного охлаждаем. В горячий сахарный сироп добавляем темный шоколад, при постоянном помешивании растворяем его в сиропе, затем даем шоколадной глазури немного остыть. Когда абрикосовый слой на торте застынет, можем покрывать торт глазурью. Достаем торт из холодильника, ставим на решетку, выливаем глазурь на середину торта и равномерно распределяем сверху и по бокам. Даем глазури немного гостечь и убираем шоколадный торт сахар в холодильник на 30 минут, чтобы глазурь немного застыла. Для украшения торта молочный шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи импульсами по 30 секунд, затем даем растопленному шоколаду немного остыть. Кондитерский мешок наполняем растопленным шоколадом и пишем сверху фирменное название венского торта «Захер». Убираем торт в холодильник на 5-6 часов для пропитки. Достаём торт из холодильника и подаём со взбитыми сливками и чашечкой хорошего кофе. Венский шоколадный торт «Захер» готов! Приятного аппетита и удачной Вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео! Пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соц. сетях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Мне будет очень приятно!